Всем привет! Это новости Турции. Кто не знает, впервые открыл подобное видео здесь на канале ОНОВОЁМ. Я периодически веду новости Турции, рассказываю о том, что внутри в стране происходит. Это политика, экономика, социальные взаимосвязи. Но это те новости, которые вы можете прочитать в телеграм-каналах, в социальных сетях. Информация на телеканалах официальных в стране Турции. Просто я эту информацию перевожу на русский язык, до вас доношу. И делаю акцент на ощущениях, на эмоциях, отношениях самих турок здесь в стране. Что здесь внутри в обществе, в социуме. Какое отношение людей к тем или иным новостям и событиям. Немножко про старые новости, которые были актуальны еще в начале месяца. Так как новости наши давно не выходили, но все же. Был концерт Таркана. Как вы знаете, Таркан это супер-мегазвезда страны. У него самая огромная аудитория из среди звезд. И он уже, наверное, 30 лет, скорее всего. Уже где-то 30 лет, получается. Ну или 25, примерно. Около 30 лет. Он до сих пор в топе у него. Сейчас выходят иногда альбомы, синглы выходят. И они всегда в топах, чатах. Они всегда до сих пор актуальны. Я не знаю ни одной турчанки, которая бы не любила Таркана. Или бы не была его фанаткой. Максимум я находила, кто относится нейтрально. Но чтобы кто-то ненавидел или его не любил, таких людей вообще нет. Почему вот этот феномен человека важен? Потому что он из простой семьи. Условно заработал все своим трудом. Трудяга. Очень часто в благотворительности участвует. Помогает. Поддерживает. Он за людей, за народ, за общество. Никому не секрет. Известны его отчасти оппозиционные какие-то политические взгляды. Потому что он делает всякие репосты, хэштеги. В твиттере твитит что-то. Поддерживает, когда есть какие-то протестные настроения. Именно людской низовой протест, когда происходит. И у него очень огромная аудитория. То есть это личность, на которую все обращают внимание. Как он себя поведет. Так многие. Ну короче говоря, для многих людей это показательно. И так вот. Последние несколько лет Таркан практически не дает соль на выступление. Только частные, кто может себе это позволить, выступление у богатых людей. Либо где-то за границей выступает. Не дает каких-то там туров и так далее. Почему? Выступление его стоит миллион евро. Все знают эту стоимость. Он с него платит налоги. Это официальная информация. Ну это прям просто топ. Это очень дорого. Так вот. Когда был день города Измира. В начале сентября. Я не знаю на каких условиях. Это было не обговорено. Но я знаю, что он бесплатных концертов не дает. Скорее всего. Заплатили ему за этот момент. Я как-то не выяснила. Кто знает, кстати, напишите в комментариях. Это было бесплатное выступление в честь этого огромного праздника. Или это было... Ну как бы он выступал за гонорар свой. В общем. Когда анонсировали, что будет городской открытый концерт без билетов бесплатный. То есть условно он будет выступать на концертной площадке в Измире. В центре города. За буквально две недели начали строить сцену. Там за парочку дней или за один день даже до выступления сцена обрушилась. Это люди просто начали съезжаться с разных городов. Округа вся Измира. Все, что рядом. Естественно, все собирались ехать на этот концерт. Из смешных новостей. В новостях была такая история, что люди сдавали кто в аренду свои квартиры. Чьи дома выходили на вот эту площадь, где был концерт. Также потом сдавали, как в театре, а-ля там на балконах на своих посадочные места. Посмотреть, послушать эту музыку и так далее. Возросли сцены просто за месяц аренды жилья. За один вечер побыть у тебя в квартире. С балкона, там с окна посмотреть, послушать, потанцевать и так далее. То есть, короче, начали все зарабатывать как только могут. В Турции, да, еще многие так делают. Короче говоря, я не знаю точную численность. Это были просто такое количество людей. Вы себе не представляете. Многие. Концерт прошел. Многие летели из других городов. Было все круто, классно. Никаких там проблем на концерте не было. Давка, конечно, тоже была. И многие шли с детьми, с семьями. Я не знаю, как они не боялись. Я побоялась. Короче говоря, сложилось так, что многие даже не смогли попасть. Близко подойти не только к Таркану увидеть, к сцене. Они не могли зайти на территорию, где проходил этот концерт. Все было. Что сейчас в обществе обсуждается, что важно? Давайте про внешнюю политику немножко. Политических очень много новостей. Этики все тяжелые. И, знаете, морально просто это смотришь, переживаешь. И потом еще об этом, блин, говорить вам в новостях переводить. Знаете, честно, моральных сил на это уже нет никаких. Ощущения, знаете, истощения и вымотанности. Но все равно про Грецию. У нас тут идет конфликт небольшой. Турция и Греция. Там про размещение на каких-то постах своих там и самолетов. Вот слежка над морем. Вот эта вся история. Постоянно вот это перекидывание одеяла. Если вас интересует, что сами турки здесь думают, они, ну, как бы против, естественно. За вот это, короче, вот эта вот старая история всплывает, территориальная провокация различная с двух сторон. Это тревожная новость, которая всегда все так вот в новостях прислушиваются. А что про это? Ага. В общем, многим назовем так это не нравится. Они, конечно же, на стороне своей страны Турции. Если вас интересует их там мнение. Если мы берем возможность конфликта на сирийской границе, здесь уже по-другому. Это уже Турция, агрессор и так далее, может выступать в этом плане. Здесь уже далеко не то, что не все поддерживают половину 50-50, кто как бы за партию, за президента будет и за это. Те, кто против, они крайне радикально оппозиционно против этого. То есть, условно, это не наша война, это делать не нужно и так далее. Это такие две самые темы. Ну, тема вот этой сирии, она вообще вот уже отодвигается, холодная стала. Об этом вообще практически нет упоминаний в СМИ никаких сейчас, если мы берем милитаристские какие-то темы. В основном обсуждается накаленное отношение с Грецией. Все вот эти вот провокации различные в новостях. Если мы берем курс доллара, он сейчас приостановился, не прыгает сильно, 18-20, 18-35 и так далее. Вот такой примерно курс, это стоимость 18-30, это лир, стоит 1 доллар. Лира по отношению к рублю сейчас 3,15-20 в среднем. Но обменники там, когда снимаешь деньги, они все равно, еще процент берется. Если вы что-то где-то покупаете через Турцию, как правило, считают по курсу 3,5 или там в каких-то обменниках и так далее. Это такой средний по рынку, есть официальный курс, то он 3,2. Если вас интересует, что Турция, туристический сезон заканчивается, полетели в недавно обвинения, и вот типа турки отказались от системы МИР. Я не смогу связать это прямо с туристическим сезоном. Дело в том, что Америка про санкции надавила больше на банки в Турции. Что сейчас на данный момент? Частные банки, Ишбанк, например, да, они отказали, да, не из банка обслуживания карточек системы МИР. Оплатить теперь в кафе, в магазинах нельзя. Очень часто в постмакинесе терминалы в ресторанах, в магазинах, они настроены на Ишбанк на принятие. Он больше используется в транзакциях, не в банкоматах, а в транзакциях через постмакинесе. Как это по-русски назвать? Это постмакинесе. Терминал оплаты, вот. Автоматически он отказ дает. Но если у вас есть, например, терминал через Зиратбанк или Халкбанк, оплата пройдет по системе МИР. Зиратбанк и Халкбанк, они государственные банки продолжают принимать, выдают в банкомате налички, если вам нужна наличка. Там есть лимит определенный, зависит от вашей банковской карты. В среднем я слышу полторы-две тысячи лир можно снять в день или за раз. Короче, это еще от банкоматов, от многого зависит. Карточки банковские, банкоматы могут сжирать, поэтому рекомендация снимать наличку в банкоматах при банковских отделениях или рядом с отделением, чтобы была возможность вытащить вашу карточку, пригласить. Если вы где-то в торговом центре, не знаю, вообще там посреди улицы и так далее, банкомат стоит отдельно без рядом нахождения банка, большая вероятность того, что карточку свою больше не увидите. Она будет, скорее всего, уничтожена, вам никто не приедет ее доставать. Они обычно там системы на уничтожение идут, карточки. Сейчас в поиске, президент официально заявил, что он в поиске экономисты, банковские вот это все, что с экономикой у нас связано, они в поиске решения вопроса по карточке системы Мир. Ищут решения вопроса, но пока что не нашли. Будем ждать, смотреть, что и происходит. Если вас интересует, как сейчас получить деньги россиян в Турции, это карточки Мир через Зиратбанк, Халлбанк и Золотая Корона. У нас появился отчет за август месяц, что недвижимости было продано более 5000 объектов во всей Турции, во всей стране статистика иностранцам. Если мы берем по местам, какие иностранцы больше за август приобрели у нас здесь жилья, на первом месте Россия, на втором Иран, потом Ирак, Германия и уже потом у нас вроде бы Казахстан был. Больше 1200 объектов недвижимости это россияне, Иран 600 с чем-то, Ирак 400, и там уже по уменьшению идет. По поводу жилья, цены высокие, пока что еще ничего не падали, как обещали в октябре, министр обещал у нас, но падение пока что, видимо, и не предвидится, потому что жиотаж большой. И на данный момент, как турки относятся к тому, что у нас очень большой наплыв иностранцев? Я сейчас немножко расскажу, что у нас здесь происходит. У нас наплыв иностранцев с Европы, это больше немцев, потому что здесь очень близко рядом и Турция жизнь дешевая, там у нас зима с газом надвигается, у нас наплыв был изначально беженцев из Украины, сейчас у нас беженцы бегут больше из России, мужчины призывного возраста, потому что в России была объявлена мобилизация. Когда это произошло, буквально через пару-турых часов обрушились все телеграм-чаты по недвижимости, отели, все переполнено, хостелы, отели, недвижимость, знакомые, соседи, квартиры, все что угодно, живут по несколько там всяких человек и так далее, короче, очень-очень много иностранцев, в самых крупных городах, там Стамбул, в Стамбул, конечно, больше Анталия. И вот по покупку, продажу недвижимости в августе у нас три города в топе в стране, это, естественно, Анталия на первом месте, ну, потому что люди думают, что там тепло, и зимой можно, мягче зима происходит. Второе место – это Стамбул, если вы планируете работать, там были возможности заработать или устроиться на работу, конечно, гораздо больше не в Анталии, там нет сезона туристического, нет работы. И третий город, как ни странно, это не Измир, а Мерсин, там доступное больше дешевое жилье, хорошо, хороший, приятный город, неплохая инфраструктура есть, экономика нормальная в городе. Короче, Мерсин в тройке по продажам недвижимости для иностранцев в город. То есть, если вы планируете ехать, снимать квартиру, или переезжаете в Турцию, или бежите куда-то, откуда-то, не знаю, не берите уже Анталию, вы со Стамбулом, пожалуйста. Ну, очень много людей, вам труднее будет потом по своей прописке снимите жилье, получать вид на жительство, он по прописке идет. В Стамбуле стало больше районов не только Сан-Юрт и Фатих. Поищите, пожалуйста, в Телеграме, в Гугле есть списки районов, которые уже не дают вид на жительство, их очень много, особенно в центре, потому что очень много перенаполнения туристами-иностранцами в этих районах. Я вам говорила, у нас есть квота, в районе должно быть 20% иностранцев, 80 турок. Если превышает 20% количество иностранцев, то район автоматически вид на жительство не дает, у вас будет отказ, вы по своей прописке не получите. Поэтому, пожалуйста, вы едьте в города чуть-чуть подальше, но при Стамбуле, в провинцию, в какие-то маленькие города, там жизнь дешевле, продукты дешевле, возможность больше сельхозпродуктов. Сельхозхозяйство вообще очень хорошо развито, там всякие свежие яички, молоко, там овощи, помидоры и все прочее у местных можно покупать. Жилье дешевле в разы, чем в Стамбуле, и вероятность взять вам экономит. Вот условно, если вы бежите откуда-то, у вас есть вариант, я вот про Россию в основном, кто переезжает? Тот, у кого есть возможность, скорее всего, я предполагаю, дистанционной работы какой-то на себя. Какая вам разница, где вам сидеть? В Стамбуле в квартире задорого очень и работать со своего компьютера? Или в каком-нибудь городе поменьше, попроще, с разряженной такой атмосферой, там люди попроще, отношения будут, скорее всего, лучше, и жизнь в разы дешевле. Ну, логика как бы, да? Так что включайте, думайте об этом. Как относятся к турке, к приехавшим новым иностранцам и так далее? Вот смотрите, когда началась полгода назад война, все относились с сожалением, переживанием, со страхом и так далее, как в всем мире. Но при этом я могу сказать, что у Турции не было никаких особых квот, особого отношения, помощи какой-то, да? Все жалели, но супергосударство никому никак не помогало. И тогда президент сказал, мы по своему религиозному закону назовем тогда, по вероисповеданию своему, у нас есть правило в Коране, что надо помогать, как сказать, страждущим, желающим помощи, обделенным мы принимаем всех, неважно, из какой они страны. Поэтому у нас, кстати, Иран, Ирак, пожалуйста. У нас сейчас еще из Ирана приезжают очень многие, потому что там сейчас протесты идут. В общем, короче, очень много иностранцев со всех разных мастей, с разных стран. Вот поначалу понимающие, потом уже стало у нас здесь это все так, как бы, напрягать слишком много, потому что с местным жителем трудно найти жилье, оно подорожало, инфлякция плюс. Не забываем, инфляция внутренняя в стране. Дорогая еда, проблемы с работой, иностранцы пытаются забрать, да, у тебя работу, может быть, где-то они лучше специалисты едут, другой класс специалистов, да, там, в IT, в том же и так далее, в каких-то сферах, в торговле, там, неважно, в производстве чего-то. В общем, конкуренция в бизнесе выросла, приехали. Тебе трудно найти жилье, работа твоя, зарплата не растет, вот, инфляция огромная, работа и проблемы, тут еще вот конкуренция под боком, так что не скажу, что супер, как-то рады. Такого, чтобы были какие-то стычки, конфликты, орали, типа, вот, понаехали. Здесь такого нет, не забываем про менталитет, потому что здесь люди скрытные, в лицо не скажут, промолчат, позлятся про себя, попыхтят, позлятся и так далее. Ну и плюс еще есть категория, простите, риэлторы какие-то различные, да, кто сейчас очень много зарабатывает денег на иностранцах, дурят всяко-разно или просят оплатить за год вперед, за полгода, то есть цены выросли и так далее, нажива какая-то все равно здесь есть, но сами турки к этому, кстати, тоже не очень относятся. Не жалеют особо иностранцев, они знают, но тоже считают, что их граждане не очень, как бы тоже красиво где-то поступают. Плюс еще много дешевой рабочей силы, то есть конкуренция тоже простым работягам, когда неофициально где-то что-то устраивается, силой работают. В общем, конкуренция выросла. Как можно к этому нормально относиться и говорить, приезжайте к нам все, вы что ждете? Нет, конечно, этого никогда не будет. Поэтому я бы не сказала, что прям недовольные, злые, и все понаехали против, терпят, ну вот терпят, стиснув зубы. Вот такой бы я могла термин определить. Терпят, ну я скажу так, терпят до поры до времени. Я думаю, что если эта история продолжится, особенно от наплыва, который сейчас с Россией идет у нас, но терпение когда-то заканчивается. Честно скажу, надо относиться к этому с пониманием, потому что, ну а кому что хочется терпеть-то? У каждого своя жизнь происходит. Вот вы мне, конечно, простите, что бы у кого ни происходило. Мы все равно каждый по-своему эгоисты и думаем в первую очередь о себе, как это показывает у нас практика. Турки ничем не отличаются от людей из других каких-то стран. То есть здесь останавливается. Ребята, уважайте окружающих, не выпендривайтесь, будьте попроще, вам никто ничего не должен и не обязан. Вас принимают, не гонят, уважают так же, а уважайте, пожалуйста, в ответ. Вот и все. Тогда у вас проблем никаких, никаких здесь ни с кем в обществе не будет. Турки очень дружелюбные, все равно у них менталитет он остается. Такие новости на данный момент социальные больше у нас сегодня получились здесь в Турции. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пожалуйста, комментарии пишите. Это очень сильно помогает развитию канала. И напоследок от себя лично я хочу просто сказать, уважаемые, любимые женщины, не отдавайте своих мужчин и своих детей. Вам их никто никогда не вернет. Ваше счастье, ваше будущее, ваша жизнь в ваших руках всегда. Давайте будем стараться, чтобы наши жизни были лучше, и у наших, у ваших детей было будущее. Спасибо всем за понимание. Я всех вас люблю. Все будет хорошо. Всем пока.